Как известно, Казахстан самая удаленная от мировых океанов страна. А может быть и не нужны нам никакие моря и океаны. Ведь именно здесь, в североказахстанской области, было создано рукотворное море. Сергеевское водохранилище. Меня зовут Закиржан Мамлютов, это проект Welcome, Чуказалжар. Давайте расширять кругозор. Сергеевское водохранилище находится в районе Шалакына, к югу от города Сергеевка. В середине 20 века стояли в этих местах два села Сергеевка и Марьевка. Сергеевка поскромнее, Марьевка побольше. Но с началом освоения целины возникла острая потребность в пресной воде. И было решено не мелочиться, а построить целое водохранилище. Вариантов было несколько, но решили выбрать самый экономичный. Согласно ему, затоплению должна была подвергнуться деревня Марьевка. Всех ее жителей переселили в соседнюю Сергеевку. И в 1969 году строительство водохранилища было завершено. С тех пор Сергеевка доросла до статуса города. А вот Марьевка, как и волшебная страна, осталась лежать на дне моря. Длина водохранилища 75 километров. Ширина до 8 километров. А протяженность береговой линии 246 километров. Площадь водохранилища составляет 117 квадратных километров. Средняя глубина водоема почти 6 метров. Когда Сергеевское водохранилище называют морем, скепсис могут испытать только те, кто здесь никогда еще не был. Смотришь на эту бескрайнюю водную гладь и понимаешь, море, да еще какое. И все это посреди бескрайней степи. Обычно о Сергеевском водохранилище жители области вспоминают весной, когда от уровня перелива через гребень плотины зависит сила паводка. Но на самом деле каждому стоило бы здесь побывать и зимой, и летом. Ведь это одно из лучших мест для экотуризма в Северном Казахстане. Главное развлечение вдоль берегов Сергеевского водохранилище Водохранилище рыбалка. Здесь ловят леща, плотву, окуня. Хорошо клюет щука. Места здесь красивейшие, поэтому каждый может себе найти уютный уголок и спокойно рыбачить. Ловись, рыбка большая и маленькая. При этом каждый год происходит дополнительное зарыбление водохранилища. Миллионы сигалеток карпа выпускаются по осени в воды рукотворного моря. Это уже заслуга Петропавловского рыбопитомника. С 2018 года на берегу водохранилища активно строятся туристические объекты. Домики рыбаков – база отдыха. Но и отдых дикарями доставит удовольствие любому рыбаку. Или просто желающему посидеть в тишине и посмотреть на безбрежное зеркало вот Сергеевского водохранилища. Если душа соскучилась по морям, а денег на отдых у заморских берегов еще не накоплено, вспомните, что именно здесь, в Североказахстанской области, есть свое рукотворное море. И добраться до него не так уж и сложно. И не еще. Экотуризм в Северном Казахстане – это полезно, доступно и дешево. Меня зовут Закиржан Мамлютов. Это проект «Welcome to Козылжар». Расширяйте свой кругозор и наслаждайтесь отдыхом. Редактор субтитров А.Семкин